Это то, что бы густая вот этой вымоченной белой земли по пути направлений, когда иду в ту сторону. Итак, друзья, 30 апреля, вечер, время 6 часов, вон начальник едет как раз за мной, ожидаю его, движуха везде, везде весна, везде огородный сезон, ну а мы едем в ночную смену на работу. Все, у меня новая вонючка появилась тут, пока уже все. Свой срок и жила, Леонид Сунрукин мой. Стопора поставили. Поехали. Фильтр новый поставил, воздушный, большую кассету. Ручник снят. Поедем добьем тот пупок. Трактора, как видите, на бае стоят, потому что начальник их оттуда вызвал сюда на болото, на 50 гектар, там 52, где мы с Серегой влагу закрывали. Ну и влагу, а бронили культиваторами, потому что Серега досеял горох, и он приехал сюда, ему нужна была площадь. А я ими обратно взорим, но сейчас Серега поедет на то поле, где три трактора состряли тогда. Олег Леонидович, 20-22, два белоруса при раскидывании удобрений. Вот до этого поля, они уже начали, вот. Ну а я поеду добивать то, что не добились сегодня, вот ночь. Этот поле, Курскую дугу. Потом поеду к Сереге. Вот такой вот распад сейчас сил у нас с ним. Башка, конечно, чумная у меня. Пиздец. Днем вроде спал много. С 9 утра и до 3 проспал. Но башка чумная, блин, болит, короче. Не очень, не очень приятно, не очень здорово в себе чувствую. Как эту ночь переживу, не знаю. Так, выезжаем на трассу. Ну, трасса-то громко сказана, просто на дорогу выезжаем, межрайонную. Ну, на третий будем ехать. Давайте дальние въебем. Пускай автомобилистам будет не скучно. Правда, фары разные стороны, раздвинутые. Но я и не думаю, чтобы они особо слепили. Так, давайте пересо달�ись. Итак. Продолжение следует... 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 тут все готово коврик сейчас возьмем нам еще на нем спать ночью на этом коврике мы сейчас вот эту бушнику поставим бушнику и она вроде бы меньше бушника чем предыдущая которые там сейчас установлены хотя посмотрим сейчас ну да и даже будет аккуратней все таки вот видите тут болта уже практически нет подносился наверно тут все таки посильнее ладно давайте я заменю хорошо делись на лапе делай Тракторы, правда, меня опять охуторили соляркой при заправке. Из-за того, что у нас бензовоз крякнулся, справляются с бочкой, там что-то кран, крана что-ли не было, в общем, они его облили сегодня, Олег предупредил, хотя я и сам видел, бывает, поедем, башка побаливает, конечно, я даже вонючку Олегу убрал отсюда, в ящик с граверками, туда броню. По бензовозу, в общем, ситуация такая, его будут списывать, начальник будет искать какой-то другой вариант насчет бензовоза, потому что у этого оторвался поршень, пальцем от поршня прохерачила гильзу, да и бензовоз уже свое отжил. И уже и сальники мостов потекли, найти, что-то отремонтировать со второй газик уже проблематично. Так что, а был у нас еще мотор шестерка рядная такая же, ГАЗ-52. Его поставили, завели Максим Сергеевич, там автомеханик у нас сейчас. Он весь загремел к мотору, если бы он нагрит, дымящий, говорит, идет, так что запасить мотор, который был, оказалось, тоже непригоден. Так что все, прокатнулись с Азаром, напоследок. И теперь он тоже уходит в историю. Ну а мы начинаем работать. Время 15 минут 8 вечера. Ну уже стремительно темнеет. Солнышко уже открылось полчаса за горизонт. И остается мне, наверное, работать по-светлому минут так 15-20. А далее будем включать фары. Вот здесь у кубля болота вымокшая земля достаточная. Ну не то же болото, а она здесь бель. Очень грубая, прям тра-траш иногда рыдает. А именно рыдает из-за того, что здесь еще гребни вот эти, вот от УДТ. И он их то ловит, то наоборот на них наезжает. И вот постепенно эта нагрузка, она появляется, пропадает, появляется, пропадает. Плюс еще тут клеплая, пересохшая, вымокшая белая почва. Но остается где-то 4 пролета у меня уже сейчас. Сейчас потихоньку на угол выйдем. И уже там будет нас для гону убавляться. Мы уже будем упираться в боковую сторону поля. половина одиннадцатого вечера. Тихонько укорачиваем. Клин здоровенный. Я просто не могу сказать, сколько пролетов здесь, с этой стороны. Пролет, наверное, 3, наверное, еще. И самое хреновое, это то, что бы пустая вот этой вымоченной белой земли по пути направления, когда иду в ту сторону. Сейчас, в общем-то, и отдыхаю. То есть она сейчас мне, наоборот, не мешает. Все идет зад. Но как только я развернусь, пойду в ту сторону, блин. Я еле всматриваюсь. У меня даже был момент, когда я пришелся остановиться просто-напросто. И куда ждать, когда пыль сойдет, и я смогу опять начать поработать. Блин, ну... Фиреново. Когда я начинал, ну, в начале восьмого, пыль была немножко в другом управлении. Не такая густая, блин, то есть... А сейчас мы как раз в основном. Все попутно. Клонен, блин, сон немного, конечно. Я сейчас останавливался, умывался. Одно в туалет сходил. И намочил микрофиброчку, тряпочку. И перевернул все свои коврики. Что водительский, что пассажирский. Вытер их. Это мое спальное место, приготовленное. С противоположной стороны, они просто гладенькие. В них нету никаких ячеек, где отбивать грязь. И здесь их протереть и отмыть проще. То есть я одной мокрой тряпкой, в принципе, всех вытер. Теперь у меня чистый, готовленный пол. Ну, с дремнем мы в 12, когда поедим. И часок я себе путиник заведу. Часок по спин. А кто опять будем работать? Если опять будет хреново, еще на полчаса по спин. И сматывать себя я не планирую, потому что ну и нафиг. Есть толпы, есть рядом, блин, посадка, в которую можно тоже за суть и уехать. Так что мучить себя не стоит. И с 10-12. Наверное, пора кушать. И самая приятная часть, немножко поспать. В принципе, по моим ощущениям, остается немного цеплина. Я думаю, больше половины я уже сделал, потому что я очень быстро возвращаюсь. Оценить-то масштаб я не могу. Только по длине года и по времени ее прохождения. Тушим освещение. Оставляем только нам освещение кабины. Посидим немножко в интернете, блога он здесь у меня нормальный. Блядь, мухи, суки, жили. Блядь, мухи, суки, жили. О-о-о. Я бы не сказал, что я прям прохладался сильно. Вообще, я бы, наверное, променял бы еду на сон сейчас. Если бы мне не было желательно просто выбросить там еду. Потому что здесь все-таки рис с котлетками, с подливой. Достаточно вкусно. В кабине тепло достаточно. На улице не теплее, чем вчера. Явно теплее. Вчера в районе было 10-11. Сегодня там в районе 15. А днем сегодня вообще было по прогнозу 24. А начальник сказал, что в машине показывал термометр, градусник. Целых 26,5. Я на улицу попал только в 6. Когда на работу вечера утром-то было по прохладней. Как-то по 8 уже сонышко так припекало. Ну, здесь, наверное, дался у людей. Тем более, тем более сейчас праздники майские. Да. Сейчас вот через 3 минуты уже 1 мая наступит. С которым я поздравляю вас, кто смотрит меня. Правда, еще из прошлого поздравляю. 15 минут первого. Проверяю будильник свой. Надеваю спортивную свою кофточку. А в кабине тепло вообще. Без печки. Я с вентилятором всю ночь ездил до 12. Все. Надеваю. В мазках. Вообще езжу. Тепки в голову валяются. Коврики помыл. От пола тепло. Так что... Все. Моя подушка. Это моя куртка в пакете. В уголок и бросаем. Отлично. Вот теперь располагаюсь. Все. Увидимся. Когда я лёг. Оказалось. Тут уже не хочу. Особо. Ну ладно. Продолжение следует... 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 Ой, блин, что-то я в ковиде приигрялся, что ж, на улице прохлада меняется. Так, поедем, главное не утонуть нигде в этих болотах, тем более они сейчас подсохли, их по-любому нужно обрезать, выгруживать. Да, блин, с болотами, блин, в потемках хреновато работать. Хотя, сейчас уже не такие потемки, сейчас уже рассвет потихоньку. Ну, вот ели сейчас выбросы, снова болота, блин, обрезать его вообще жутко. Стремно. Но тихонько два приема. Ну, ладно, сейчас еще, блин, минут двадцать и уже будет все более-менее видно. Через полчаса уже может получать пара. Короче, что у меня на том поле, пылище было в жопу, блин. Что тут, такая же идея. Фильтр, блин, надо теперь продавать. Уйден и новый, поставленный вечером. Вчера. Ну, давайте мне, наверное, придется один хрен. Гондерный в войне. Гондер вообще, пыль какой мощный. Все вот эти вот, ну, глядь, воздухотводы. Открыл, блин, прям морду пыль махнуло. В общем, они все пыльные. Я тут пыль, херач. Фильтры уже не работают. Ну, едем к краю, Серега уже складывается. Время начало седьмого. Нам надо оба, что я ездил. Что такое пыль в кабинете, ебатьте в рот. Прямо от этих вот. Начальник забыл про мой фильтр, блин. Заказывал мой хер, когда его. Продолжение следует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тормозим. Переключение происходит скоростей. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Приехали мы. Здесь все севцы. Главное поменять смену нашу на ихнюю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова